Приветствую вас, Ева. Давайте разберем ваш вопрос. Я прочитал не только его, но смотрел ваши другие вопросы, которые вы задавали. Они все плюс-минус одинаковые по своему запросу, а именно, что делать, если, что, если и так далее. Значит, что делать, если маме не случится, что ей нельзя пить, что если в семье не ладутся отношения, что если я не верю в себя и так далее. Ева, вот ваш вопрос, который вы задаете сейчас в контексте своего молодого человека, с которым вы гуляли с ним и его друзьями. Вот. Ваш вопрос, он, как мне кажется, про, в принципе, то же самое. То есть, ваш вопрос, он, правда, тоже, что и до этого. Как бы вы оказываетесь в определенной ситуации, и вы не знаете, как в этой определенной ситуации вам поступить. Я не знаю, насколько актуален и актуален ли ваш вопрос насчет того, что вы в себя не верите, мне кажется, что в какой-то степени он актуален. Но я могу сказать точно, что если вы продолжите задавать вопросы в таком ключе, то вы себя так никогда и не поверите. Потому что, мне кажется, что очень важно слышать себя и доверять себе, а этого у вас не происходит. Вы как будто бы бежите из моментов, из ситуаций, где как раз таки важно к себе прислушаться. Вы как будто бы бежите, избегаете тех ситуаций, где нужно совершить какой-то выбор, принять какое-то решение. Как будто бы вы этого делать боитесь, боитесь совершить ошибку, боитесь поступить не так. Соответственно, этот страх нужно прорабатывать. Дальше. Вы пишете, что давно познакомились с парнем, но что переписывались с ним месяц и гуляли с друзьями неделю. Вы считаете, что это давно, или вы познакомились с парнем в более раннем периоде, но не общались с ним. В конце мы расстались из-за пустяка, а я не очень понял, когда вы начали встречаться. То есть, чтобы расстаться, нужно встречаться. Я не увидел, где вы встречались. Вы пишите, я не знаю, что делать. Ну, что делать, чтобы что? Да? Как бы, мы тоже не знаем, что вам делать, потому что ситуация не очень понятна. У него сейчас проблемы, его выгоняют из училища, ему негде жить, его приемные родители запретили ему возвращаться домой. Ситуация, безусловно, тяжелая для молодого человека, но это его ситуация. И это его жизнь. Безусловно, вы можете ему предложить помощь, вы можете предложить ему свою поддержку. Но, с учетом того, что вы расстались, я так понял, так и не на час встречаться, как-то это вызывает вопрос доверительность ваших отношений. Дальше, я ему предлагал пойти со мной и тут пожить месяц, где тут, не очень понятно, и подработать и уйти куда хочет. Но, ее подруга ему пудрит голову, наверное, его подруга, а не ее, его подруга ему пудрит голову. Как именно, почему вы решили, что она ему пудрит голову? Как поступить в этой ситуации? Поступить в этой ситуации, чтобы что? Вы, как бы, посмотрите внимательно на свое состояние здесь. Вы чувствуете вину в данном случае, или вы чувствуете страх потерять отношения. Вам бы, мне кажется, со своим состоянием разобраться, со своими чувствами разобраться. А дальше уже будет понятно, как поступать. Поскольку вы себя не очень слушаете, вот, вот, то вам сложно увидеть, что делать. И я все же думаю, что, если вы хотите улучшить свою жизнь, вам нужно целенаправленно учиться самостоятельно принимать решения и смотреть на то, что вам мешало это делать и прорабатывать эти моменты. На этом все, надеюсь, что это было полезно вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Продолжение следует...